И еще одна новость. Прокуратура Читы возбудила уголовное дело в отношении воспитательницы детского дома. Ее обвиняют в насилии над ребенком. Это случилось в одном из оздоровительных лагерей для детей-сирот. Воспитательница в припадке злости заточила шестилетнего мальчика в клетку, а потом еще и избила палкой. Когда вы узнаете причину, по которой малыш впал в немилость, у вас волосы дыбом встанут. История эта возмутительна еще и тем, что коллеги, воспитательницы изверга, ничего страшного в ее поступке не видят. Что же это за зверские методы обучения и что натворил сирота, выясняла Алена Ведерникова. За воротами детского лагеря сейчас безлюдно. Не сезон. Розовый домик, игровая площадка и вдруг клетка, запирающаяся на замок. Формально пожарная, но воспитательница нашла и применение. Лагерная. Совершенно в ином смысле слова. Шестилетний воспитанник провинился. Украл то ли одну, то ли две конфетки и банан. Естественно, почти сразу же злоумышленник был раскрыт, пойман и примерно наказан. Отбывать наказание за украденные сладости воспитатель отправила мальчика вот в эту клетку. В ней он просидел больше часа. А потом несколько раз получил по рукам. Палкой. Чтобы неповадно было. Это произошло еще летом, но стало известно только сейчас. Сор за порог редко выносят учреждения, тактично называемые центрами помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Не слышали ничего охранники. Не знаю, я не слышала такого. Сотрудницы с улыбкой реагирующие на новость о том, что их коллега под следствием. Ну так нельзя, так сделала. Нам не в курсе это. Наконец, директор учреждения Ирина Гришилова с искренней улыбкой на лице сообщает, что она не в курсе дела. Я в жизни никогда не переживаю. У меня железные нервы. Это прекрасно. И чудесно. Покиньте, пожалуйста, в кабинете. Никакие комментарии будут давать не будут, так как я вообще не в курсе ничего. Гришилова хотела бы говорить о достижениях ее воспитанников, а тут о каких-то ужасах рассказывают. И вообще, столько зла за оградой. От него детей надо ограждать. Весь криминальный мир здесь вокруг. Я не хочу, чтобы дети с ней общались. А потому съемочную группу просят под охраной вон. Приказ есть? Все, выполняем. Зато дети в курсе всего происходящего. И где работала 57-летняя воспитательница, и где она сейчас. Это там и выше. Там и выше? То есть она там работает? Ну, сейчас ее посадили. И правда, как бы посадили. Под домашний арест. Суд учел наши доводы о том, что обвиняемая, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевшего и других несовершеннолетних свидетелей по этому делу. А пострадавшего ребенка перевели в другое учреждение, чтобы на него не могли оказывать давление. По крайней мере, можно надеяться, что там нет пожарной клетки. Алена Ведерникова, Дмитрий Козлов. Чита. Специально для Анатомии дня.